В городской администрации состоялось подведение итогов спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы за 2018 год. В торжественной обстановке приветствовали победители 12-й спартакиады трудовых коллективов и 11-й спартакиады среди молодежи города. В течение года соревнования проходили под единым девизом – за единую и здоровую Кубань. В Славянске на Кубань к спорту особое отношение. Работает 10 спортивных учреждений, в которых ведется подготовка спортсменов по многим направлениям. Проводятся всероссийские краевые районные соревнования. Более 30 тысяч жителей занимаются физической культурой и спортом. В 2018 году 21 трудовой коллектив принял участие в спартакиаде трудящихся города Славянска на Кубани, которая ведет свою историю с 2007 года. Спорт объединил людей разных профессий. Наряду с сотрудниками в соревнованиях принимали участие и руководители трудовых коллективов. Участников спортивного праздника поблагодарили за высокий уровень спортивных достижений, за неоценимый вклад в развитие спорта в нашем городе и огромное положительное влияние каждого тренера в воспитании подрастающего поколения. Благодаря общим усилиям и стремлениям сегодня мы можем родиться, в каких масштабах проходит наша городская спартакиада трудовых коллективов. Клечом к плечу за спортивные достижения борются рядовые сотрудники и руководители организации. Вместе одерживают победу в волейболе, баскетболе, футболе. Являются участниками спортивной рыбалки и туристических мероприятий. Благодарственными письмами главы города отмечен коллектив Славянской центральной районной больницы, коллектив филиала Кубанского госуниверситета. Также были награждены победители спартакиады трудящихся. Лидерами каждой в своей группе стали коллектив Славянского городского суда, торгово-производственного предприятия «Континент», Общество с ограниченной ответственностью «Славянск.ЭКО». Под девизом «За здоровую молодежь Кубани» в Славянске-на-Кубани проходила 11-я спартакиада молодежи. В 16 видах спорта приняли участие сборные команды из трех учебных заведений среднего профессионального образования. Третье место заняла команда студентов Славянского электротехнологического техникума. Второе место заняли студенты отделения среднего и дополнительного профессионального образования филиала Кубанского госуниверситета. Победителем в комплексном зачете спартакиады стала команда студентов Славянского сельскохозяйственного техникума. Итоги 2018-го спортивного года подведены, но впереди у любителей здорового образа жизни еще много ярких достижений и побед. 9 февраля стартовала 13-я спартакиада трудящихся, а 14 февраля студенты города встретятся на соревнованиях в зачет 12-й спартакиады молодежи. Анна Монастыренко, Игорь Иванчугов, программа «События». Продолжение следует...